В 2016-м в Австрии они взяли серебро на первенстве мира. В 2017-м в Нидерландах бронза, а опять на первенстве мира. В этом же 2017-м в Москве стали победителями Кубка Российской Федерации. Просто шикарно являются неоднократными победителями Сибирского федерального округа и первенства Красноярского края по хип-хап. К тому же они веселые и позитивные ребята. Команда по хип-хапу сталкер. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну конечно, более такого длинного и более плотного наверх не поднимешь и не подкинешь, то есть маленького худенького проще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Важные условия Субтитры сделал DimaTorzok Сколько уже ребят? Ну наверное лет 7 Именно в таком составе? Да, именно в таком составе Может быть какие-то были, может быть там вливания, но вот основной костяк уже лет 7 Сколько времени понадобилось, так сказать, тренировок для того, чтобы уже серьезные какие-то результаты появились? Сколько лет нужно, ну вот как бы сплочать вот эту вот команду? Ну в зависимости от способности, от желаний детей, можно за 2 года, можно за 4 года А у вас как быстро они начали выполнять невероятные те трюки, что в результате получили такое огромное количество побед в соревнованиях? Не сразу Все-таки тренировками, тренировками упорными Тренировки, да, тренировки, терпение, упорство Ребят, давайте теперь вы, как пришли в этот спорт, почему нравится именно такое вот направление, может быть больные танцы лучше все-таки? Ну что давайте, ну кто-нибудь самый смелый С отличанием Ну меня родители отправили А что в тебе вообще какой-то потенциал, как-то происходило? Или говорят, давай, хватит по дворам бегать, гонять Да, хип-хоп Хватит уже с этим хоккеем, давай завязывай, лучше танцы Не знаю, я маленький был и не помню Даже не спросили Хорошо, дальше давайте пообщаемся, узнаем Не знаю, у меня был сложный выбор Или пойти в хип-хоп, или просто заниматься танцами Но я побыла на несколько тренировок, мне понравилось, и я решила перейти Вот Ну, мне кажется, ну судя по тому, что мы увидели, хип-хоп это все-таки не бальные танцы Ну да Поэтому не такой неплавный вид спорта, а более, не знаю, стильный В чем преимущество видишь для себя, почему Не знаю Хорошо, но вот тем не менее, для девушки, например, танцы это в принципе такая вещь, ну как бы обыденная отчасти Ну, наверное, да Хотя это и танцы с хип-хопом, они такие необычные, и даже по большей части трюковые Парни, вот для вас, насколько сложно было переступить черту и накрасить губы? Ну, заставили, я же сам не стал бы красить Нет, на самом деле, это очень крутой элемент, просто мне хочется отметить, что когда за вами наблюдаешь, вы еще отыгрываетесь плюс ко всему лицом, музыку именно Потому что слов-то абсолютно, ну, почти никаких не было Я даже сначала подумал, что это какой-то тренер из фильма Это так и есть, да? Да А черта полка Ну, есть подсказы с телом А я думаю, что да Действительно И это прям классно смотрится, потому что губы, это все шевелится И мимика, классика, помогает в танце? Да, помогает А проводят ли с вами какие-то отдельные, может быть, актерские тренинги, например, кроме непосредственно отрабатывания технических элементов? Нет, просто на тренировках говорят Все изнутри Угу Часто пытаются ваши одноклассники, например, прийти к вам в команду, и это вообще, в принципе, возможно ли еще? Ну, у нас уровень гораздо выше, чем у них, поэтому это, скорее всего, невозможно То есть они уже будут такие, некие лузеры такие? Ну, возможно Уже как бы их взять А мы уже такие Извините, ребят, мы уже более опытные, не получается взять А как часто приходится менять, не знаю, допустим, обувь, насколько часто все это изнашивается? Ну, каждый год новая композиция и костюмы Ну, каждый композиция А это все, оно, ну, как бы уходит и больше вы к этим номерам не возвращаетесь? Или они имеются в репертуаре остаются? Ну, только если показательные выступления А, ребята уже сами практически во всем выступления А может сами они тренируются? Да, уже так А вы строгий преподаватель? Ну, спросите у них Ну, я просто боюсь Время признать Время признать Рассказывай А, например, акробатические А вот прям подкидывай Ну, вот, допустим, если что-то касается, допустим, брейк-данса То есть у нас есть педагог Руслан, который с нами занимается То есть какие-то там сложные партерные движения, элементы А, допустим, какие-то трюковые элементы Ну, как бы ребята уже сами могут где-то что-то и поддержать Плюс они занимаются и акробатикой Поэтому уже как бы могут где-то подстраховать И уже имеют какой-то опыт в этом Угу Слушайте, ну здорово, здорово На самом деле я прям завидую Потому что в мое время не было такого направления танцевального Я постоянно наблюдаю, когда такие вот вещи в студии происходят А насколько маленькая у нас, скажем, площадка была для вас? Или вполне комфортно была? Площадка довольно нормальная, только потолки низкие Угу То есть так бы вы показали еще Ну, мы и сами тут немного Ты бы головой в трех все периодически Но на самом деле, возвращаясь к тем вопросу, который невероятно заинтересовал Сережу Это ваша мимика Хотелось бы нам попросить вас, коль скоро мы увидели, скажем так, техническую отработку Хотелось бы увидеть еще раз, как вы мимически все это проделываете Какие-то ваши движения головой, лицевой частью Мы вам включим музыку, а вы нам именно эту отработку с какими-то элементами небольшими Покажите Как это эмоционально Давайте, готовы? Ну, давай Давайте Давай Поппу 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 Силей, силей Поппу Слова Команды, команда настоящая Все, собрались, действительно, наверное, всегда бывает в коллективе, поскольку вы все равно наверняка очень разные люди и там у всех разные увлечения, ну помимо хип-хопа я имею ввиду, насколько сплоченная вы команда, общаетесь ли вне тренировок, дружить или... Есть ли какие-то особые занятия, не знаю, бисероплетение? Ну, например. Ну да, общаемся. Ну, на всех дни рождения, это, в общем-то, собственно, вся акциональная команда и вы всегда вместе. Да. Ну круто. Блин, я прям завидую этим ребятам, у них вот прям по-настоящему такой командный дух, самый что-то, не на есть вот... А вы знаете, взрослого мальчика из третих своих команд? Что я буду танцевать? Если можно... Ты лицо можешь активно отработать за толстые движения. На заднем фоне. За смоку поставить. Мне кажется, это было бы достаточно неплохо. Ну что ж, нам остается только поблагодарить вас, ребята, и напоследок, наверное, спросим, какое может быть ближайшее соревнование, где стоит за вас болеть, и желать вам только победы и успехов. Ну, у нас ближайшее соревнование, это вот 11 марта, это Сибирский федеральный округ, который будет проходить в СК «Надежда» в Сосновоборске. То есть там будут как бы вся элита красноярского хип-хопа выступать и на родине какие-то команды, которые к нам приедут. Ну что ж, это очень здорово, Сосновоборск не так далеко находится от нашего города. Я думаю, что вполне можно съездить и поболеть за ребят и посмотреть на них в непосредственной близи, как нам удалось это сделать сегодня в нашей студии. Напомню еще раз вам, команда «Сталкер», настоящие профессионалы, победители многих конкурсов, желаемым, безусловно, невероятного успеха. Ну, а еще Людмила Иванова, тренер-преподаватель, с нами тоже здесь рядышком была. Спасибо вам большое. Еще раз успехов, успехов и только успехов. Спасибо. Да, мы прерываемся на небольшой блок рекламы. Останьте вместе с нами.